Ну как неправда? Человек может придумать того, чего нет. К примеру, я тебе зачитываю несколько абзацев со своей курсовой работы. Ты поймешь то, о чем я сейчас говорю, это к отношению к тому, как можно сочинить то, чего нет. Мы постоянно сочиняем то, чего нет на самом деле. Ну так уж не устроен. Так устроен человек. Он постоянно придумывает то, чего нет. Хотя некоторые люди, а именно верующие люди, в большей степени это относится к христианам, которые изучали либо столкнулись вообще с христианством, у них почему-то отлаживается такое понятие в голове и отлаживается прочно и серьезно, даже если этот человек не понимает даже момент распятия, ради чего распяли Христа, но он очень хорошо усваивает одну большую истину о том, что ничто не может быть вне Бога. То есть человек не может придумать велосипед, так как в Боге он был придуман еще миллионы лет назад. То есть этот велосипед был вечен. Его придумал не человек, это просто был посыл энергии, и человек это всплыло, и вот он нарисовал велосипед или построил дом. И очень многие так думают, что раз это все уже вечно живет в Боге, это придумал не человек, это было все... Ну то есть нельзя придумать того, как ты говоришь, чего нет. Это большая ошибка, я так считаю. К примеру, часть своей, скажем так, курсовой работы, маленькой. Подводя итоги данной главы, рассмотрим один из аятов Курана. «Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Курану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другими помощниками». 17 сура, 8 аят. Здесь говорится о том, что даже если бы собрались и люди, и духи, то есть духи из другого мира, это джинны, они бы не смогли бы написать Куран. Даже если бы они объединились и были бы помощниками друг друга, они бы не смогли бы сделать Куран. То есть это смог сделать только Мухаммед, руководимый Аллахом. Никто бы больше не смог. Вот так он пишет, да? На самом деле... Вот как я пишу, да? На самом деле, с одной стороны, даже не беря джинов помощниками, нет ничего проще. Слушай, остановись, пожалуйста. Ты сомневаешься в том, что ты говоришь. Почему? Ну, потому что твоя физиология об этом говорит. Все твои движения говорят о том, что ты сомневаешься в том, о чем ты сейчас говоришь. Это пишется на камеру, и если ты хочешь... Мы это разберем. Можно специалисту дать, он тебе скажет. Знаешь, может быть, в чем это дело? Дело в том, что я еще буквально недавно был глубоко верующим человеком. И все, что касается, когда я говорю о Боге, вот здесь происходит некое противоречие внутри, в силу того, что во мне еще есть пласт, серьезный пласт, серьезное напластование того, что, ну, вера в Бога, да, боязнь. Потому что вот у меня на протяжении многих лет, у меня была всегда одна любимая фраза в отношении, там, боязни, если была одна любимая фраза, что я буду столько Бога и себя. Вот, наверное, она настолько во мне укоренилась, что я действительно еще где-то, может быть, боюсь Бога, а еще больше себя. То есть, что я могу сказать в отношении Бога. Поэтому немножко еще есть какой-то такой стопор. И когда я говорю о Боге, немножко, как бы, иногда где-то что-то задумываюсь, где-то сомневаюсь. Сомнения, конечно, есть, хотя сомнения – это большой грех. А когда мы говорим о Боге Мухаммада, здесь еще больше противоречия. Потому что многими верующими людьми, в том числе, там, христианами, Бог Мухаммада, то есть Аллах признан Богом. То есть не как Аллахом, да, а признан как, ну, это, грубо сказать, монотеистичность, да, то есть один Бог на всех, да. Кто как его хочет, кто так его называет. Но Аллахом, кто как. То есть Мухаммада не признают, его коран не признают, но Бога его признают. Есть такая вот особенность в христианстве. И все чаще-чаще распространяется. То есть сам Бог, Аллах – это Бог нормальный, какой и у нас. А вот Мухаммад немножко натворил. И об этом Боге рассказал неправильно. Вот как-то так. И поэтому, как бы, вот есть во мне еще, да, некие сомнения есть. Но это, я не сказал бы, что я не верю в то, что я говорю. Я верю в то, что я говорю, просто где-то вот эти скачки пока еще не дают освободиться от того напластования, которое я на себя нагрузил на протяжении многих лет. А грузил я себя достаточно долго. Ну, лет 15 точно. Именно грузил. Я даже пытался там в духовных семинариях там учиться. Но это все история уже моя. Так вот, на самом деле, с одной стороны, даже не беря джина в помощники, нет ничего проще. К примеру. И вот я пишу, допустим, часть Курана. Я, да, вот, сидя вот здесь, пишу. Слава Господу, властелину миров. В ночь с 18 на 19 января 2014 года осветилась комната моя и стало ясно, как днем. И было ко мне слово Господне. Тимофей, встань и слушай слово мое. Я исущий, я есть истина, я Бог. Подойди, а, пойди к почитающим, но не знающим меня и скажи. Иблисово отродье. Разве не я создал небо и землю? Разве не от моего дыхания сотворен человек? Разве не я Бог Адама, Ноя, Авраама, Моисея? Не я ли к вам приходил в сыне своем? Я Бог. Вы стенали, я послал к вам Мухаммада, но вы извратили слово мое. Он раб мой. Вы сделали его сырем среди себя. Какой шайтан внушил вам толковать сказанное мной? Какие уста могут соседаться с моими? Гнев мой в день киаммата обрушится на голову вашей. Я избрал, я ядрину. Я Бог. Скажи им, как я отделил от себя Иблиса, так и отделю от себя того, кто отделяет от меня молящихся мне. Я Бог. Разве не я дал людям языки их? Кто из вас может запретить другому обращаться ко мне на языке его? Я сказал, и слово мое доступно каждому, понятно для всех. Слово мое для всех почитающих меня. Я Бог. Я слышу молитвы на всех языках, плач и радость каждого вижу. Я отвечаю каждому на языке его, но не каждый слышит меня. Спорясь ему с тобой, скажи. Я даровал вам право, вы предпочли не меня. Я даровал вам закон, вы отвергли его. Гнев мой в день суда обрушится на голову вашу. Я определил вам исследовать и испытывать мудростью моей все, что делается под небом, вы пренебрегли мудростью. Гнев мой в последний день ввергнет вас в Иблиса. Мудрость моя рождает любовь. Ваша мудрость печаль. Я даровал вам себя, вы пренебрегли мной. Я пришел к вам и стучал в каждую дверь. Вы не отворили мне. Киямад, замок для грехов ваших. Каждый ответит за деяния свои. Я Бог. То есть, с одной стороны, нет ничего проще, чем это написать. А с другой стороны, написания подобных эссен могут подвигнуть некую часть общества к фанатической религиозной деятельности, что, по сути, и случилось с творением Мухаммада. По большому счету. Вот то, что я написал, если я это сделаю, напишу еще чуть больше, ну, примерно вот такую брошюрочку. Распечатаю ее, даже пускай в трехтысячном экземпляре, и раскину по бабушкам, по тетушкам, да, которые более восприимчивы. К такой херне, у меня появится последовательность. Если я буду немножко жестче, чем Мухаммад, у меня появится религия. Да? Так же, как появилось христианство в свое время, мусульманство, буддизм, все остальное. Просто буду чуть проворней, и я буду новым учителем. Это же легко. Нет ничего проще. Вот на самом деле. Бог-то он есть. Просто ни одна религия к нему никакого отношения не имеет. По большому счету. Практически ни одна. В каждой из них есть куски знаний. Ну, кроме, скажем так, я, наверное, все-таки буду больше убежден, если скажу, что все-таки в исламе очень мало Бога. На самом деле. Там его практически нет. Там есть Мухаммед, это только он. Его желания, его страсти, ну да, страсти, желания и похоти. Потому что Куран – это продукт, вот это надо, наверное, записать, вот эту вот фразу, что Куран есть продукт похоти Мухаммеда. И забить это в курсовую. Потому что, по сути, это и есть продукт похоти Мухаммеда. Вот он что хотел, он то и записывал. Вот он хотел взять себе в жены шестилетнюю девочку. Он взял ее себе в жену. Он записал в Куран, что это нормально. Он захотел у своего зятя отобрать жену. Он это сделал. И он написал в Куране, что это правильно. И весь Куран это я только что сказал. продукт желаний Мухаммада похоти. Куран-то есть. Собрание этих похотей. Не больше ты когда-нибудь читал Куран? Почитай. Это самое настоящее собрание похотей одного человека. Вот как я хочу. И сегодня миллионы людей говорят, что он был самым лучшим творением Бога. А сделать это очень просто. Взять и написать новый Куран. По сути. нет ничего проще. И при этом не надо воевать с Богом. Абсолютно. Потому что в принципе ты будешь делать дело Божие. Почему? Потому что в принципе Куран не призывает никого убивать. Он призывает молиться Богу. Он призывает быть смиренным. Он призывает почитать Бога. То есть ничего плохого. Он не призывает кого-то расщеклинять. Ни в коем случае. Миролюбивая религия. Даже более миролюбивый, христианство. В каком-то отношении, если по отдельным сурам читать, даже где-то миролюбивый. Если бы у Христа не было слов поставь левую, когда ударили по правой, то ислам взял бы первое место в отношении миролюбивости. в отличие от христианства. А уж за иудаизм я вообще молчу. Буддизм слишком много фантастики. То есть на самом деле я честно скажу, я сам изменился недавно. Настолько не знаю, как бы это объяснить. ну наверное настолько любя религию, я стал ее ненавидеть. Реально ненавидеть. Знаешь почему? Потому что она лживая. Вся насквозь лживая. Поэтому я часть этой лжи. То есть я хожу в храмы, ставлю свечки, хожу на яйца крошу. Яйца на Пасху. Хотя понимаешь, что через штаны их все равно хуй увидишь. Я понимаю, что я вместе с ними попами ворую и граблю бабушек. Почему? Потому что для бабушки нет большего счастья увидеть, что рядом с ней на Пасху стоит молодежь. И она поэтому на следующую Пасху опять придет. Потому что понимает, что она не одна. А когда она видит рядом с умой более молодых, она воспринимает духом, что не только бабушки в это верят, а все в это верят. А если депутатика увидела со своего района, то это вообще пиздец. Она теперь в эту царьку будет не десятину приносить приносить пенсии. А папу насрать. Ему чем больше сюда капнуло, тем лучше. Потому что процентов 20 он выкинет на постройку какой-нибудь новой часовенки, потому что знает, что в эту часовенку ему опять принесут. Только уж другая бабушка. А на остальные 80 процентов он будет жить так, как он хочет. и чхал он на всех. Бабушек и дедушек. Будет так, как хочет он. Ни одного бедного попа я еще не видел. Ни одного безземельного или бедного попа. Даже в советской религии ни одного бедного попа не было. Хотя говорили, что были гонения. Я не могу сказать, это мрази. Нет, ни в коем случае. Из них есть все таки наверное много людей, которые верят в Бога. Но они вынуждены собирать дань ради того, чтобы хоть как-то быть ближе. Вот опять же это непонимание Бога. Они пытаются быть ближе к какому-то месту, где якобы должен быть Бог, не понимая того, что Бога можно призвать в любое место. И скорее всего он не пойдет туда, где купола с крестами, а скорее всего пойдет туда, где будет сесть на лавочке ты бабульки и искренне говорить о Боге. Он скорее всего туда пойдет, нежели в храм, где он знает, что там попенок просто тупо разводит народ. или он же стоит попенок и говорит голосуй за Путина или еще что-нибудь. И так же оно есть. Или призывает воевать как правый сектор. Пошли бомбить Крым. Это наша земля, с нами Бог. Велика крестоносцы пришли в Иерусалим. Земля Господня. Давайте вырежем нахуй всех мусульман. Потому что бабки, бабки, бабло, бабло, блядь, нет там Бога. Никогда, наверное, не было. Это в отношении православных. Так вот, мы говорили об этом предмете. Говорили почему-то о Боге. Почему мы говорили о Боге, потому что предмет все равно в какой-то степени связан с ним. Потому что если данный предмет показать папуасу, я даже больше чем уверен, что он в нем увидит Бога. Всю его мудрость, бесконечность и величие вот в этом предмете. А если показать его американцу современному, то он увидит в нем скорее всего знак инь и янь. Они немножко американцы тупые, они поверхностно что-то видят, но не глубоко. Они действительно тупые, задорнов не прикалываются. Американцы действительно тупые. Среди них есть умные люди. Это то, о чем если ты не договорил, почему выгодно выгодно два пути цивилизационных дам. Ты говоришь, что политика. Ни хрена это не политика. Хотя в целом это, конечно, политика. Немножко еще другое перерастает. Дело в том, что когда рассматриваешь историю с другой точки зрения, это выгодно тем, пройдет сто лет и все не будут знать, что такое настоящая история, а будут знать маленькая прослойка людей. Потому что в принципе многие считают это неправдой, а я считаю это абсолютной правдой. Есть некая часть людей, которая уже давно решила, что все население мира нужно сделать быдлом. Сначала его завоевать, развалить все страны, сделать цветные революции, всякую хуйню, уничтожить экономические политические, а потом превратить в рабов, в тупых, которые будут просто работать, пожрать свою похлебку и работать. Больше от них ничего не нужно. Размножаться только по каким-то конкретным критериям. Рост выше 180, вес выше 80 и все остальное. Все остальные просто подыхать, работать и подыхать. Больше ничего не требуется. Либо умирать. Продумают войну с инопланетянами и будем умирать. Все. Это должен быть пожирающий биоробот и работающий. Не больше, не меньше. И маленькая прослойка людей, которые будут знать, что такое история, что такое экономика, которые будут знать все. Будет кайфовать. Все станут просто рабы. Это конечная цель политики. Любой современный. То, что мы говорим в предыдущем. Так вот. О чем я становился на этом предмете. Так вот. Мысли скачут. Самое интересное, что больше всего бы я увидел в нем. Первое слово, которое у меня было, похоже, это зажим. Просто обычный зажим. То есть я бы его использовал, чуть-чуть сделала бы шире эту штучку и использовал бы на галстук зажимчик. Или такой какой-то ну деньг. Просто как небольшой зажимчик использовал. Или денежку или что-то еще. Или вот бумажечку кому-то передаешь написал на ней что-нибудь. вот вообще самое идеальное было бы для нее. Вот такой зажимчик. Раз. Раба щелкнул. Передай. Самое классное было бы и применение. Опять же мы возвращаемся к лапсту. Потому что это вещь, когда на нее смотришь, первое что хочется в ней видеть, это какое-то величие богатство. Потому что она желтая похожа на золото. То есть первое опять же ассоциации. Раз она желтенькая и блестит и это зажимчик значит это золотой зажимчик. Дальше следуя по логике если золотой зажимчик вот мы им зажали зажали маленькую штучку мы же не понесем сами значит нам для этого нужен раб он уже и золото значит нам нужен раб щелк и раб появился а далее раб понес прикольно же на самом деле иметь рабов хотя для русских это неприемлемо по сути я же не русский я же не русский в принципе знаешь все думает не вышел об этом рисун всех этих там американцев ну честно я вот все-таки думаю у меня какая-то была мысль а что если мы сами боги вот мы живем здесь на земле и вот у нас есть какой-то момент зрелости да вот наша смерть этому именно есть момент зрелости да скажем так вот мы умираем тут же переходим на свое конкретное рабочее место азм есть бог и начинаем руководить процессами созрели начинаем руководить процессами мы боги а пока вот в таком мы руководим своими личными амбициями и всем остальным которые влияют на остальных людей то есть сказанное мной сделанное мною как минимум влияет в моей жизни каждый день как минимум на двоих людей на мою жену и на моего сына как минимум все сказанное и сделанное мной такой мини-бог по сути потому что влияет если я сейчас что-нибудь натворю меня посадят семья останется уже неполноценной семьей моей жене придется искать выходы без положения мне сидя в тюрьме придется думать о том как накормить семью и пошло поехало конечный итог я себе такое на твою шумом родное неумелые игры божьи игры неправильно сделал повлекло с собой не знает что с другой стороны как-то он смотрел какой-то фильм классный фильм был такой фашисты придумали немцы фашистами там в начале фильма была картинка она практически никак не соотносится с фильмом но там была картинка о том что они соотносятся это уже с другого фильма вырываю да возвращаюсь к этому была картинка которая наоборот несет в себе практически печать всего фильма в этой картинке маленький ребенок в кругу еще других детей сидит и выбирает будущих родителей он сидит в облаках играет пушинки отрывает от облаков с другими детьми играет они смеются и вот он выбирает себе своих будущих родителей интересная мысль сидит такой маленький бог и выбирает себе будущих родителей куда он пойдет дальше улыбается прикольно и пошел туда вниз а с другой стороны тот же маленький ребенок сидит только один один маленький сидит потому что давайте ковыряется в этих облачках ковыряется в химическом происходит 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 он что-то рассматривает он вообще ничего не понимает для него это облачко это он первый раз увидел а в этот момент в этом облачке где-то вот здесь вот вот здесь вот наша солнечная система одета в этой солнечной стены где-то вот есть я а этот ребеночек сид выступил не понимает пока только познает то что рядом с ним понимаешь и вообще ему начхать что-то в той солнечной системе просто играется и никто этот процесс не контролирует потому что есть что-то нечто большее которое просто взяло и создало своему ребенку игрушку такое игрушечку создало дало своему ребенку ребенок сидит играется она светится она такая прикольная там различные процессы происходят термоядерные взрывы создаются новые галактики а она просто светится для этого маленького ребенка а на самом деле там кипит жизнь а он сидит играется прикольно ему никого не дело что творится в этой игрушке он даже не понимает что творится просто это было когда-то создано и дано ему в качестве игрушки он вертит даже не понимаю мы ему молимся поверни вот так вот он не понимает так поворачивай и так а мы все молимся он вот вот игрим не открывай эту страничку он открывает а его папе и маме до этого не дело потому что его папа каждый день бежит на работу и опаздывает а мама стирает вытворение пеленки понимаешь а их ними своими жизнями точно так же сидит маленький ребенок такой ты кратится можно по-другому посмотреть что есть бог вот вот некоторые вот я вот иногда мне останавливаются эти леговые я так люблю с ними разговаривать когда они останавливают иногда я по-разному включаюсь я могу включить в себе дьявола такого знаешь и стоять над ними прикалываться реально это классно получается я ловлю кайф от того что я прикалываюсь над свидетелями его эти честно говорю вот они подходят они же ничего неплохого не сделали честно ничего они просто подходят и говорят молодой человек там тра-та-та вот вы знаете вот мы вот вы знаете что там в библии записано что у бога есть имя а это имя его вот мы его свидетели мы вам хотим что-то рассказать а меня это бесит даже почему потому что я понимаю что достаточно подойти к человеку и спросить просто подойти к нему и спросить или сказать или спросить сказать к примеру следующую фразу к примеру Христос воскрес это уже есть благая весть да с точки зрения христиан вполне это уже есть Христос воскрес либо спросить а вы знаете что Иисус Христос взошел на крест чтобы искупить ваши грехи я допустим пример отвечаю да либо отвечаю нет если отвечаю да мир тебе брат если отвечаю нет пытаюсь объяснить то есть если человек мне уже ответил ему более менее интересно пытаюсь объяснить но так как подходят различные вот эти вот жертвы религий к людям на улицах пристают это же ни в одной сказке сказать не трогом описать они вызывают такое бешеное отвращение я с ними разговариваю только постольку поскольку что хочу прикалываться на самом деле я вот допустим вычитал там какой-то стих над ним посидел подумал там поработал а потом когда встречаю их на улицах я им этот стих зачитываю они стоят у него такими глазами смотрят а я у них спрашиваю вам шо еще поп об этом не рассказывал ваш пресс-фитер еще не рассказывал когда лекция будет можно я приду на вашу лекцию то есть не прикалываюсь они ничего ответить не могут знаешь почему потому что они сами никогда библию не открывали они боятся они боятся открыть библию понимаете почему потому что ихний пресс-фитер ихний руководитель сказал что читать нужно читать в духе и истине там так и написано да что в духе и истине как пребывает но при этом он взял на себя функцию видеть в духе ли и истине тот или иной человек мусульмане еще дальше после мухаммед прям взял таки записал в куране о том что читать куран обычный мусульмане не может просто так должен его читать сначала через наставления духовных отцов саму нельзя читать неправильно поймешь понимаешь что он сделал он уже специально взял заложил священную книгу убрал право выбора нахуй сказал только так нахуй и никак иначе если если иначе его нужно убить он дальше это записал в следующем если человек убить нахуй и это нормально для них то есть если ты мусульманин ты должен вот так вот если ты уже не так ты не мусульманин а раз ты не мусульманин тебя надо убить это куран и для них это вполне нормально у нас немножко по-другому хотя в принципе то же самое нас просто не убивают у нас папы просто и чуть другие более изощренные методы они стреляют человека жить перед этим над ним глумятся всячески человек живет они его не убивают они просто над ним глумятся до конца жизни начиная от того что родился у меня ребенок и начинается глумление что я обязан повести ребенка креститься иначе первое у меня не будет крестных кумовьев второе общественность на меня будет смотреть дико в том числе христианская третье еще что-то четвертое еще что-то пятое еще что-то ну придумать можно поэтому нормальный человек вот современный нормальный человек на вопрос верите ли вы в бога не потому что он хочет съязвить наверное потому что он просто уже наверное не понимает отвечает в какого а потом когда ему говорят что бог один он просто говорит и не хочет дальше разговаривать потому что ну убили уже в человеке любовь к богу и осталось совсем чуть-чуть ведь они ведь они свое дело знают они настолько все классно продумали у них настолько все классно получается они это я имею ввиду запад там реально пацаны работают реально они в нас убьют всю духовность а что такое в русском человеке убить духовность это убить его это впрочем как и в любом человеке просто для русского это будет еще тяжелее подожди еще пройдет 10-20-30 ну не больше чем 100 лет вот украины как таковой уже не будет и всю ее духовность сотрут если она вот сейчас не разделится на две на восточную и западную западную сотрут восточная может сохраниться Россия сохранится она понимает врага на самом деле кто враг и поведение Путина сегодня вообще однозначно красивое они понимают кто есть настоящий враг что Европа и Запад это сатанисты каннибалы которые пожелут любого ради своих интересов причем это интересы не всей Америки это интерес вот такой кучки маленьких людей которые почему-то думают я не знаю почему я догадываюсь, но я не знаю точно почему они думают, что они боги реально они думают, что они боги потому что есть допустим такая мелкая вша как Тимошенко которая просто может себе позволить сказать что давайте мы этих в Москве ядерную бомбу на них скинем и все или может выйти на телевидение сказать это биомасса это не народ это не люди это биомасса и после этого у нее еще есть сторонники которые идут за нее голосуют или жалеют почему Юля сидит в тюрьме они не понимают, что они биомасса потому что они уже тупые а вокруг них еще тупые а там еще тупые а там еще тупые и так у нас тупое общество в котором человек, который говорит, что что же вы делаете это же тупо а не его быстренько чпок, чпок, чпок ну план далися в действии реально в действии а главное при этом при всем что включается аппарат насилия если вот этот человечек вдруг сказал, что вы все делаете неправильно на него сразу обрушивается такая масса страшная масса ты что ж ты же православный рожденный как ты так можешь? комуняка хренова ладно для истории еще пару фраз а ты все это время пишешь? конечно это все пишешь о боже ж мой не, не это надо стирать это же крик души я не буду это публиковать это останется в качестве черновика ради бога смотри делай какие-то выводы заветки ну посмотрим если там будет на что посмотреть то может быть даже может быть даже ну а в целом мы так же не закончили по этому предмету и так в конце концов рассматриваем как историки это предмет бум-пум-пум-пум-пум желтого цвета сформированные фигуру напоминающие две пластины вид сбоку вид сверху знак аналогичный инь-янь также может напоминать змею лежащую в кольце металл меч да нет это золото золото может и золото да скорее всего даже золото можно зажить золото скорее всего можно зажить золото нет ну это не золото ну судя по судя по судя по судя по но я думаю что это современная работа никак иначе причем ну как обычно я на любом случае ручная имеется ввиду что кустарным способом сделано нет ты знаешь что как бы ни о том говоришь оформил ну я рассматриваю со всех сторон мне же надо понимать кто сделал для чего да и все остальное то есть если это кустарная работа это сделал человек то он что-то преследовал что-то в нее влаживал ну как вкладывал заказ это ну как бы ну смотри все делают все делают просто на заказ вот смотри я хочу понять что это да что это такое я хочу понять но для того чтобы мне понять что это такое мне надо понять кто это делал да когда я пойму кто это делал я пойму что он хотел сюда вложить в эту работу а ну как а как это вот если заказчик данные работы сик одно дело это тот который делает и другое дело тут только захотел чтобы то если это одно и то же лицо это один вопрос если это два лица это два вопроса да что что хотелось сюда вложить третий вопрос что из этого получилось четвертый вопрос глубина вот тогда мы можем понять знать в этом эти вопросы а так поверхностно вот я не понимаю пока кто что так то я понимаю что это делал ты либо делал куда другой человек по твоим экскизам может быть даже и делал и сам надо потому что я уже немножко как бы ну понимаю твои пристрастия да поэтому думаю что либо делалось по твоим чертежам либо уже делался ну а если просто посторонний предмет не попался я был рассматривал бы ручная работа кустарная который человек скорее всего хотел сделать зажим это я вижу да хотел сделать знак и я не как символ какой-то вот ну кух вечность да тут спиралька какой-то код несет себе да потому что спиральку сделаны змейка символа мудрости все начинаю себе там уже паять там конечном итоге символ какого-то возможно даже божества это так рассказать да мы знаем все на самом деле прочитает мы знаем виртуальное изображение и янь это виртуальное изображение его нельзя потрогать вот его можно только увидеть вот и оно разделено на две части то есть контрастный рисунок это двоичный код сознания да или нет плохо или хорошо вот это древнеславянская руна относится телефон че зазвонит это древнеславянская буквица ну как бы категория руна да можно отнести это древнеславянская буквица из порядка буквицы называется она фита идти вновь вот и это эволюция вот этого знака иньянь то есть она не имеет контрастности здесь нет ни черного ни белого ни хорошего ни плохого вот и она являет третье состояние вот именно как золотая середина то есть основа вот этого этой границы это третье состояние в находит в себя в нейтронной физике и а в информационном пространстве это биквант то есть у нас сейчас все компьютерные программы вся логика построена на ноль единички вот а это два ноля материальная база квантовых компьютеров то есть вот как вот оповерхностно а так это буквица из букв из порядка буквицы называется фита несет несколько значений идти вновь и здоровье идти вновь значит как бы ну идти в никуда то есть в будущем не ну зажимчик получается хороший да совершенно верно это техническое устройство зарегистрировано в российской федерации как техническое устройство и несет свойство синтеза то есть это разделение анализ модель мышления анализа анализе анализировать выделять выделяем выделяя разделяем разделяем власту а это синтез это соединяет две плоскости видишь ты в нее вложил такую энергетику что я практически понял все что ты в ней несу явнее вложил она несет по себе технически эту информацию более того все значит мы потеряны есть такая штука вот это золото и она не гнется я покажу волшебство это руны заключается она в том что спиралька раскрывается когда она раскрывается для зажигалку она начинает читаться на плоскости на плоскости на плоскости начинает читаться вот и отражает и отражает другие символы которые тоже находят все ну себя в буквице ну здесь надо сделать хорошее ну здесь надо сделать хорошее вот тайские монахи прочитали в этом отражении две буквы издания тайского санскрита мусульманин из сказаний прочитал в ней Аллаха тайцы прочитали тигра и отца я прочитал я прочитал фиту фиту ижу из буквицы и наш буквицы наш вот ну это вот читаю 6 букв прочитанную и там много 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 еще всяких проекций то есть вот эта штука все буквы плоскостного письма есть проекция на плоскости многомерного объекта когда мы читаем букву то в нашем сознании образуется образ многомерный Украина пошла в кабалу у нас есть многомерный образ этого явления да так вот и есть вот этот предмет моего исследования как раз об этом опубликовано на сайте достаточно большой широкий материал прикольно на филфаке что ли учился? а? на филфаке учился нет никакого у меня образования на филфаке прикольно я кстати до того как начал получать образование по-моему был умнее честно говорю мне столько лишним нагрузили столько пришлось прочитать лишней херни что теперь голова забита теперь не знаю что отвечать одному одно отвечаешь один тот же предмет украина одному рассказываешь одно другому рассказываешь другое историку преподавателю потому что один приехал из западной Украины а второй приехал из восточной Украины а третий крымский если у тебя есть как бы если ты почувствуешь себя услышишь себя голос относительно вот этого это руны я могу провести с тобой определенный обряд я давно перестал слышать шерест утренних звезд твой внутренний голос почему-то ну я знаю почему этот обряд даст тебе инициирует тебе биологический биогироскоп ну мне уже страшно даст тебе понимание координаты новые координаты мне уже страшно может быть ты потерял нет это так так вы Продолжение следует...